Мир вам, братья и сестры! Это повествование. И значит, это очень важно. Вы знаете, эта фраза, с одной стороны, говорит и указывает нам на то, что в ней отображен Новый Завет. Но я прошу, чтобы мы сейчас переключились от понимания. У нас есть некоторые слова и фразы, которые могут иметь разные значения. И мы, говоря Новый Завет, мы, ну, в первую очередь, наверное, можем подумать, что это книги Нового Завета. Библия делится на две части. Есть книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Я бы хотел, чтобы сейчас мы переключили наше понимание и сознание к тому, чтобы воспринимать фразу «Новый Завет» не к книгам Нового Завета, а именно к Завету, именно к Завету, который Бог заключил с народом, со своим народом. Если посмотреть различные примеры и отрывки Священного Писания, где и как используются Заветы, то мы, ну, например, сегодня мы, наверное, бы слово «завет» заменили бы словами «союз», договор, соглашение, какие-то обещания. То есть можно разные синонимы использовать, и сегодня не используется. Примеры такие яркие. Это, наверное, брачные. Вот брак – это тоже своего рода договор. Это тоже завет между мужчиной и женщиной. Можно найти договора или отношения заветные. Например, в бизнесе, когда два бизнеса заключают договора и вместе пытаются строить какие-то финансовые отношения. Между государствами, между людьми совершаются и сегодня делаются различные договора. Также в Библии мы встречаем различные примеры. Например, есть завет между человеком и человеком. Мы, например, в 1 царстве в 20 главе заключил и Нафан завет с домом Давида. То есть эти два друга заключили завет, и Нафан попросил у Давида, чтобы, когда он станет царем, он не уничтожил его потомкам, его семью. Мы также можем видеть заветы между народом и человеком. Например, во 2 царстве в 5 главе есть пример, когда старейшины Израиля приходят к Давиду, который еще не был царем, не был помазан на царя над всем, хотя помазан был пророком, но еще не было его власти, не вошла в действие. И вот там тоже был заключен завет. Были заветы между Богом, царем и народом. Например, в 4 царстве в 11 главе мы читаем пример. «И заключил и отдай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом». То есть мы видим пример, когда заключаются договора, и инициаторами этих договоров являются люди. Даже есть такой договор в книге Иова в 31 главе. Мы читаем, как Иов заключил договор со своими глазами. И он так написанно. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иова 31.1. Итак, мы видим, что есть много заветов в Писании. Но давайте обратим наше внимание на те заветы, которые инициировались именно Богом. То есть заветы, которые Бог установил. Они требуют от нас внимания, и вот я бы хотел, чтобы мы о них поразмышляли. Со времен сотворения мира, взаимоотношения Бога и человека, оно строилось на определенных конкретных требованиях и обещаниях. И очень часто они выражались в форме этих договоров или заветов. То есть в них прописывалось и говорилось в этих договорах, что должен делать народ, что Бог ожидает от народа, того или иного человека или народа, и что Бог будет делать в определенных обстоятельствах, выполняя эти договора. Есть несколько очень известных и важных договоров, которые открываются нам на страницах Священного Писания. Давайте сделаем такой краткий экскурс. Завет с Адамом, или так называемый завет дел, он записан в первых двух книгах Бытие, где мы видим, как Бог создает этот мир, сад, и помещает туда Адама, и ему дает определенные ожидания, что он должен делать, может делать, и чего он не должен делать. Этот завет был условный, и он требовал от Адама определенного поведения и поступков, чтобы ему жить вечно и жить счастливо. Он был нарушен в результате грехопадения. И сразу в третьей главе мы видим следующий завет с Адамом, или даже, можно сказать, со всем человечеством, где люди несут на себе ответственность за грех. И поэтому каждому мужчине, женщине, змею и сатане даже дается определенные тоже обетования, что их ждет. И в них очень яркое отношение между, помните, семенем жены и семенем змея. Идет вражда, идет борьба, которая длится, и которая, слава нашему Господу, на Голгофском кресте была, по сути, окончательно совершена, но действие которой продолжается и по наше время. Следующий завет в книге Бытие, в 9 главе, мы видим завет с Ноем, где Господь заключает завет с человеком, который остался после гибели всего человечества в водах потопа, и он дает в знак радугу, говоря о том, что больше таким наказанием земля не будет наказана. Следующий завет, очень важный завет с Авраамом. И он заключен, то есть дан этому человеку, который признан был праведным, и Бог дает ему обетование семени, дает ему обетование народа большого и земли, обетованной земли, которую наследуют его потомки. Завет Синая, который записан в большой части Пятикнижья, это в Исходе, в книге Левит, во Второзаконии. Это и есть как раз Синайский завет, это тот завет, который называется Ветхим Заветом. Он тоже условный завет, потому что в нем тоже Бог поставил условия. Если народ будет выполнять их, то будет благословение. Если он будет нарушать его, то будут проклятия и будет наказание. Завет с Давидом – это тоже завет, который важен для израильского народа, потому что в нем Бог заключил и дал обещание Давиду, что его потомки не прекратятся на троне Израильского царства. И, по сути, из-за этого завета и Христос рожден был в этом именно клейне, в этом племени, и он занял трон. Ну и последующие события Тысячелетнего царства должны будут исполниться в будущем. Ну и, наконец-то, самый важный, самый главный, самый прекрасный завет – это так называемый Новый Завет, и о котором мы сегодня уже слышали, что «Чаша сия есть – Новый Завет в моей крови». Итак, давайте пройдемся от Ветхого Завета к Новому Завету и все-таки обратим внимание на некоторые детали. Они очень важны. Исход 24-я голова повествует нам, как заключался этот договор, этот Завет. Завет представлял собой договор, как мы уже говорили, по которому Бог высказывал свое ожидание, свою волю по отношению к израильскому народу. А израильский народ давал обещание соблюдать этот закон. В Исход 24-7 мы читаем. «И взял книгу Завета и прочитал слух народа, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Это как раз та часть договора, в котором Израиль брал на себя ответственность условий этого Завета. Этот договор был записан Моисеем в книгах Завета или Торе. Это был договор двух сторон, но эти стороны были неравны. Они были неравны ни в силе, ни в величии. Господь действительно был Всевышним. Он был Иегова. Он был сущий. А израильский народ, состояние которого мы с вами, если мы читаем «Бытие», «Исход», то есть мы видим, какой был народ израильский в тот момент, когда Бог его выводил. Вы знаете, некоторые исследователи Священного Писания вообще усматривают, что этот договор очень похож по форме и содержанию на один из древнейших хетских договоров. А именно, что это за договор? Это договор между сюзереном и вассалами. Когда один царь покорял какое-то царство, то заключался договор между им победителем и людьми, которых он покорял себе. Они были вассалы, а он сюзерен. И на его условиях вассалы должны были согласиться и признать этот договор. И тут действительно можно проследить это, но это отдельная тема. Но опять же, это говорит о том, что две стороны отличались по силе, по величию, по значимости в этом договоре. Но несмотря на это, Бог все равно заключает с этим народом завет. Он идет на эти условия. Он желает их благословить. И поэтому, несмотря на их недостатки, он даже в рамках Ветхого Завета делает это. Это очень важно. Кульминацией этого Ветхого Завета являются не слова обещания, которые израильский народ давал Богу. Даже не сами слова, которые израильский народ слышал, стоя у гори Сынай, когда звучал глаз Бога с вершины этой горы. Нет. Но что было кульминацией этого Завета? Это жертвенная кровь. Именно жертвенная кровь. Моисей принес много жертв, и эта кровь была разделена на две части. Почитайте внимательно. Две части. Одна часть этой крови, этих жертвенных животных, вылита была подножие жертвенника. Жертвенник – это место, где Бог принимает поклонение людей. Вторая же часть этой крови была разделена на чаши, и израильский народ стоял на коленях перед Моисеем, и служителя разносили, и окропили израильский народ этой кровью. И только после этого момента Завет вступил в действие, был ратифицирован. Только в этот момент. И это очень важный момент, который нам укажет и подскажет нам, почему, Христос сказал, «Сия Чаша» есть новый Завет. «Итак, отныне голос этой крови должен был вопиять от земли Господу и свидетельствовать обоим сторонам, что Вечный Завет вступает в силу. И мещение, и наказание тому, кто нарушит этот Завет». Бог со Своей стороны был верен всегда этому Завету. Он никогда не отказывался от своих обязательств в этом договоре. Но это нельзя сказать об израильском народе. Они постоянно искушали Господа. Они постоянно ходили по острию лезвия. Они нарушали Его. Многократно нарушали. Хотя первый этот Завет, Ветхий Завет, и целью которого было благословить этот народ, но народу это не стало благословение. А если мы хорошо знаем историю Израиля, это стало неким даже проклятием. Но несмотря на это, друзья, эта роль Завета очень важна, и ее нельзя недооценивать. Закон Моисея однозначно не является средством спасения, как многие считали, потому что искупление не исходит от дел закона. То есть нельзя спастись делами закона. Многие так неправильно понимали. Нет. Спасение дается по благодати. Спасение дается через веру в Иисуса Христа. Павел Галатом четко пишет, 2 глава 16 стих, «Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Таким образом, мы можем сделать следующие выводы относительно закона. И есть очень важных 4 аспекта роли закона Ветхого Завета. Первый – это отношение к Богу. Закон должен был показать стандарт святости Бога. Вот именно в законе, читая его, мы видим, какой святой Бог, каковы высокие его стандарты для нас недостижимы. И это очень важный момент. Второй аспект. «По отношению к Израилю». Закон отделил израильский народ от всех остальных народов. Он предписал повседневные правила поведения и нормы жизни, и отношений. То есть они были уникальны. Они не похожи были ни на один народ. В этом народе был самый истинный, самый настоящий Бог. Ни в каком другом народе не было ничего подобного. Они были быть отдельными, уникальными и должны были признавать это. И жить, соответственно, с этой доктриной. Третий аспект относится нас, язычников. Ну, уже не нас, но язычников в целом. Закон должен был стать преградой. Именно преградой. Преградой отделяющих язычников от заветов обетования данных израильскому народу. Язычники должны были оставаться чуждыми божьих духовных благословений, принадлежащих только еврейскому народу. За исключением празелитов. Празелиты – это язычники, которые пришли в Израиль, приняли веру, обрезание, если это мужчины, и жили по закону Моисея. Вот празелиты, они становились частью израильского народа. Но язычники не могли. Я прохочу для того, чтобы понятно было этот аспект, два текста освященного Писания. Ефесянам 2 глава 12 стих. Павел пишет язычникам, ефесянам. Он говорит, вы были в то время без Христа, отчуждены это общество Израильева, чужды заветов обетования. То есть язычники чужды заветов обетования. Заветы обетования чужды для язычников, они на них не распространяются. И Павел об этом напоминает ефесянам, которые когда-то были в таком состоянии. Но не сейчас, потому что сейчас ефесская церковь – это церковь Господа. Ефесянам 3 глава, 5-6 стих. Павел пишет о тайне Христовой. Тайна Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Итак, это для Ветхого Завета, времен Ветхого Завета было тайной. Даже Иеремия, который первый указал на Новый Завет, он говорил, что это Дом у Израиля, это Дом у Иудии. Язычников он не вставил в контекст, не вставил, но это тайна была даже для него. Она открыта апостолам и пророкам во времена Нового Завета уже, во времена, когда Христос пришел. И в чем эта тайна? В чем изменение? В том, что теперь и вы, язычники, становитесь сонаследниками этих обетований, которые когда-то считались только еврейскими. Вот почему Петр трудно было апостолам, евреям признать, что и язычников Бог спасает, и Богу нужно было Петра трижды показать видение, сказать, ешь, заколи и ешь. И он никак не мог этого принять. Он говорит, не считай нечистым то, что я осветил. И только тогда Петр смирился, и эта тайна для него стала открыта и понятна. Сонаследники и сопричастники этих обетований стали мы, братья и сестры, язычники во Христе Иисусе, приняв веру Его в свое сердце. Четвертый аспект роли Завета по отношению к греху. Завет сделал так, что грех был определен. Он наконец-то стал узнаваем. Мало того, что его начали люди, благодаря закону, видеть этот грех, этот грех под действием закона стал крайне опасен. То есть нельзя равнодушно относиться к грехам. Ни в коем случае. Это рак, это духовный рак, который приведет к смерти любого человека, если он не исцелится. И исцеление только одно, лекарство только одно, вера в Иисуса Христа. Итак, мы подошли к Новому Завету. Первое упоминание, которое мы читаем, и полное четкое, Еремия, 31 глава, с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Израильский народ знал три важных закона. Это завет Бога с Авраамом, Синайский завет и завет с Давидом. Они очень кичились, очень гордились, что имеют эти заветы. Но теперь на смену этим трем заменам приходит следующий, Новый Завет. Он предсказан был Еремеей. Но его не стоит ставить в ряд и называть его четвертым. Но этот завет новый, он вбирает в себя все духовные благословения. То есть он на качественном уровне вберет все эти заветы и передает им в рамках одного завета. И это удивительно. Он передает только духовные благословения, которые обещаны были Израилю. Материальные, физические нет. Что входит в материальные, физические? Это наследство обетованной земли. Братья и святые, это нам не обещано, язычникам, христианам. Или же мессианское царство. Или же восстановление храма. Это ждут евреи до сих пор. Они ждут Мессию, они ждут царство. И это будет тысячелетнее царство, где Господь реализует и исполнит все те договоры, заветы, которые Он заключал со Своим народом. Но духовные благословения, братья и сестры, они доступны нам во Христе. Это прекрасно. Итак, Господь не изменил свою волю в Новом Завете по отношению к людям. А Он не сделал ее менее святой. Знаете, как бы, вот Ветхий Завет строгий, а Новый Завет, там вообще не партится, все в порядке, очень легко, изи. Но Он также не сделал что-то менее трудным, чтобы выполнить условия этого Завета. Тоже нет. Это тоже неправильное понимание. Он изменил, Он внес новый тип взаимоотношений. Новый тип взаимоотношений. Давайте сравним их. Итак, отношения по закону. В чем они выражаются? Это можно выразить так. Исполни закон, и тогда получишь благословение. Можно так сказать. Формула. Если ты будешь, говорит Господь, то я тебе сделаю. Очень просто. Мы часто с детьми так заветы такие устанавливаем. Вот если сделаешь, помоешь посуду, выберешь в комнате, и так я тебя отпущу или дам тебе или что-нибудь. Это такой мини-завет в семейных отношениях. Примерно то же самое. Это условный завет на условиях. Бог обещает даровать особое благословение человеку в том случае, если тот выполнит определенные условия, которые написаны в завете. Неисполнение условий обычно влечет к наказанию. Таким образом, человек мог согласиться с условиями-заветами или отказаться. И от того, какое решение принимает человек, от этого зависит также и последствия. Или проклятие, или благословение. Отношения на основании благодати или нового завета исходят из лучшего принципа. Этот принцип лучше. Он звучит следующим образом. Прими жизнь по вере, и тогда тебе будет под силу выполнить самый строгий закон. Вначале, прими жизнь по вере, и потом ты станешь способным исполнить любое требование, даже самого строгого закона. Именно в таком порядке. Он просто формулой выражается, где Господь говорит, я буду, я дам. Я назову. Такими простыми фразами. Это безусловный завет. Бог не ставит в этом соглашении никаких условий для человека. Без всяких условий. Он обязуется излить определенные благословения или создать определенные условия для человека или народа, о которых написан, которые входят в завет. Залогом получения этого завета является два очень важных качества Бога. это его милость и его благодать. Вот он милостивый и он благодатный Бог. И поэтому этот закон пришел и приходит к нам. И мы имеем к нему доступ. Но установление этих новых взаимоотношений, они снова же, они идут через закон, именно через завет. То есть вот Бог не отходит от этого формата. То есть все его отношения с любыми людьми, они всегда строились на основании завета, договора. То есть давай проговорим. То есть с Богом можно и нужно иметь отношения. Но когда мы их строим, мы должны понимать, что в этих отношениях, да, мы много узнаем от Бога, но Он обязательно нам скажет, что Он ждет от нас. И поэтому мы должны принять, что мы должны делать. И от того, как мы это будем делать, будет зависеть наша жизнь. Всегда. Бога нельзя держать просто как предмет на полке или как картинка на стенке. Но нельзя. Он живой. Он живой. Он полы эмоций. Он сознания. Он личность. И мы имеем отношение с личностью. И поверьте, эту личность не стоит разочаровывать. Мы друг другу можем что-то пообещать и не выполнить. Это печально. И это наша земная человеческая жизнь. Но с Богом, братья и сестры, Бог с искренним поступает как? Искренне. А с лукавым? По лукавству Его. Поэтому с Ним лучше не надо. Так строить отношения с Богом никому не советую. Итак, Бог со своей стороны нечто требует от человека в рамках Нового Завета. Что? Верить. Верить. Он просит нас верить. И в результате этого, если это будет, Он дает что? Тоже нечто. Он дает спасение. Вот что дает Новый Завет. В ответ на это, человек со своей стороны соглашается выполнить тоже условия, требования этого Завета. Он обещает ему добрую совесть. Да. Как Петр пишет в 3 главе 21 стих. Так и нас ныне подобно сему образу крещения ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. То есть, да, нас спасает сила Божья, которая воскресла Иисуса Христа. Но при этом спасении с нашей стороны что Петр пишет? Есть обещание. А обещание это элемент вот этого Завета. То есть, значит, это Завет. Быть верующим человеком это значит обещать что-то. Тоже. Это не только принимать, вот просто распрямить руки и широко и получать Божие благословения. Нет, с нашей стороны тоже есть обещание. Братья и сестры, мы что-то обещали. Давайте вспомним крещение свое. Обещали ведь. помните, что в сердце, что в мыслях. О, как мы хотели служить Ему, да. Сколько хотели, готовы были сделать. Но и в этом случае кульминационным моментом Нового Завета, Нового Договора также является кровь. Пролитая кровь. Как и с Ветхим Заветом, так и с Новым Заветом. Кровь была пролита на Голгофе. Она была внесена в истинное святилище Божье, чтобы говорить лучше, нежели кровь, окропившая Ветхий Завет. В Евреях, в 9 главе, в 12 стихе мы читаем. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Христос со своей кровью вошел. Вошел во святилище. Действие крови, вот тоже очень важный момент, действие крови Христа по отношению к Богу. То есть, что делать? Что эта кровь, пролитая Господом? Что она имеет по отношению? Какое действие она оказывает на Бога? Очень важно. Эта кровь молит. Эта кровь, братья и сестры, она не молчит, она взывает, она молит. Она молит Отца. О чем? Не о мщении. А она молит о помиловании. Она молит о прощении. Почему это так? Давайте вспомним Христа, который проливает свою кровь, уже распят на Голгофском кресте. И что говорят его уста? Что он со Христа говорит? «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Как вы думаете, а кровь его, когда он говорит эти слова, что она взывает? То же самое. То же самое. Он ходатайствует. Его кровь ходатайствует. Просит Отца прощения для грешников, которые сегодня живут. И сегодня попирает кровь завета. Действие крови по отношению к людям. То есть кровь, мы выяснили, что кровь говорит Отцу Небесному, а что же кровь говорит нам по отношению к людям. В первом послании Иоанна, в первой главе, в седьмом стихе, очень четко и ясно, Иоанн пишет, что нас от грехов наших очищает кровь Иисуса Христа. Если мы их что? Искренно исповедуем. Если мы раскаиваемся в своих грехах, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всех грехов, которые мы, как христиане, совершаем. И благодаря именно этой крови, мы, готовясь к вечере Господней, мы все взывали к этому духовному принципу. Мы все надеемся, мы все уповаем, что Господня кровь, которая пролита была на Голговском кресте, до сих пор действенна и до сих пор срабатывает и очищает нас. И поэтому, приходя на вечерю, мы спокойно, со спокойной совестью, мы протягиваем руки, берем хлеб и берем чашу с вином. Это кровь делает. Это ее действие до ныне. Как и много веков назад, само жертвоприношение и свидетельство о нем было разделены. О чем идет речь? Представьте, Моисей, вернемся к Ветхому Завету, Моисей с чашами стоит над народом израильским, и они все преклоненные. Но ведь уже давно утих голос тех животных, которых приносили в жертву. Ведь это не потиминутное дело. И, наверное, кровь в этих чашах уже успела остыть. И звук этих блеяний, этих животных, он тоже утих. Но только после того, когда кровь совершила именно ратификацию этого договора, он вступил в действие. Когда Иисус подносил ученикам чашу с вином, Голгофа спала спокойно. На Голгофском холме все было тихо. Все было тихо. Но и в том, и в другом случае чаша завета должна была навсегда запечатлиться в сердцах тех, кто собрался. И ради кого это все происходило. События, прошедшие на горе Санай, каждый израильтянин выучивал наизусть. Это важная часть Торы, которую любой ребенок Израиля должен наизусть знать. Ни в коем случае не забывай. Для нас Иисус Христос тоже сделал. Он позаботился, братья и сестры, чтобы мы, Его последователи, не только имели письменное свидетельство в трех Евангелиях, в первом послании Коринфянам, но также, чтобы всякий раз, когда мы собираемся совершать вечерю Господню, вечеря Господня и чаша свином указывает и напоминает нам о Новом Завете, который Бог заключил с нами. И поэтому это же напоминание и мне о том, что раз я часть этого Завета, я должен выполнять и брать на себя ответственность, которую я несу перед Богом. Поэтому вечеря Господня, она напоминает, она напоминает нам о христианском нашем долге, о том, что мы, как дети Божии, должны делать и поступать. Поэтому послание к евреям, а еврею, кому написано было это послание, они могли хорошо и правильно понять те слова и те темы, которые в этом послании затронуты, а именно кровь Завета, ответственность верующих за нарушение этого Завета. Давайте прочитаем 10 главу Евреям, 29 стих. «Столь сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен». То есть здесь говорится о том, что нарушение закона каралось смертью, ветхого закона. А тут он говорит о том, что, а как вы думаете, а сколь тягчайшему, то есть еще более строгому наказанию будет подвержен тот, кто нарушает условия Нового Завета. Мы как-то привыкли жить в благодати, и нам кажется, что далеко не важно, как христианин я живу в этом мире. Вот не важно. Вот как-то Бог полюби, Бог любит, Бог простит, Бог и все. И мы поэтому даже не думаем. А ведь эти строгие слова, и это не израильскому народу слова. Это нам слова. Понимаю ли я, насколько тягчайшему буду наказан, буду подвержен наказанию за то, что нарушаю условия Нового Завета? Почему я думаю, что Новый Завет менее, менее строг, чем ветхий? Почему это вкралась мысль? Может, она прямо обратно пропорциональна тому, насколько я грех пускаю в свою жизнь? И поэтому у меня это духовное расслабление. Таким образом, Вечеря Господня это трапеза, подтверждающая Новый Завет, собираясь на которую мы, христиане, не только вспоминаем смерть, пролитую кровь Иисуса Христа, очистившую нас и очищающую нас до сих пор, но и Завет, Завет, который Господь заключил с каждым из нас и который стал действовать только благодаря пролитой крови. Поэтому Иисус сказал все очаше есть Новый Завет Моей Крови. Давайте еще раз, братья и сестры, напомним себе благословение Нового Завета. Еремея 31 глава 33-34 стих. «Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней говорит Господь, вложу законы Мои во внутренность и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга брат, брата и говорить познай Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, «Потому что я прощу беззакония их и грехов уже не воспомяну более». Какие прекрасные благословения. Вот что такое Новый Завет. Разве мы могли без Бога надеяться на это? А теперь став частью Нового Завета это доступно нам. И как к этому относиться? Какое счастье быть человеком, с которым Бог заключил этот прекрасный Новый Завет. Кто еще, дорогие друзья, кто еще не вступил в этот Завет? Вы вступили? Ты, душа, вступила в этот Завет? Если нет, я хочу тебе напомнить. Знай, что возмездие за грех смерть поверь, что Господь будет праведно судить всех грешников и тебя. Суд неизбежен. Признай свою беспомощность, ты не можешь спасти себя. Поверь, что Иисус умер на кресте и принес наказание всего мира и твои грехи, лично твои грехи. Признай свой грех и покайся. Верой прими Христа в свое сердце, чтобы Господь простил твой грех. И тогда ты будешь счастливым участником Нового Завета. И тогда ты разделишься всеми искупленными те благословения, которые Господь принес в этом прекрасном Новом Завете. Который отчасти сегодня и мы, все, братья и сестры, вспоминая смерть Иисуса Христа, Его пролитую кровь, эта вечеря также нам напоминает о этих прекрасных взаимоотношениях, которые стали нам доступны через веру во Иисуса Христа. Ему вечная слава. Аминь.